Таможенный союз 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 швейного предприятия, таких классических. Мы начали с сегмента B2B, это работа в корпоративном сегменте, в рамках рабочей одежды, спортивной одежды, то есть это работа на заказ. Следующий этап – это контрактное производство. Мы начали экспортировать одежду в Швейцарию для швейцарского бренда Asos. И третий этап – это создание собственного ритейл-бренда, которому уже два с половиной года скоро мы будем отмечать трехлетний юбилей. Это бренд детской одежды Mimioriki. И вот за три года работы бренда у нас уже 15 магазинов по Казахстану, то есть это уже такая полноценная ритейл-сеть. Следует признать, что пока в структуре экспорта отечественных предприятий преобладает продукция сырьевой направленности. Казахстан поставляет в Россию треть металлических рут от общего экспорта, более четверти минерального топлива и более 10% черных металлов. Это и есть та самая сырьевая игла. Так почему в структуре казахстанского экспорта почти нет продукции с высокой добавочной стоимостью, а проще говоря, готовых товаров? Ответ прост. Отечественные производители опасаются, что их продукция окажется нерентабельной в сравнении с российскими или белорусскими аналогами. Предприниматели опасаются вкладывать деньги в собственные производства. Но если не брать во внимание случай недобросовестной конкуренции, пока ничто и никто не мешает казахстанским товаропроизводителям составить конкуренцию российским и белорусским аналогом. У нас в рамках единого экономического пространства подписано соглашение и создан механизм контроля справедливой конкуренции на рынке. То есть это и антимонопольное законодательство и другие вопросы. В этой части мы не имеем какого-то предвзятого отношения ни к России, я имею в виду Беларусь, ни к Казахстану, и также Россия, наверное, таким же образом и Казахстан действует. Единственное, мы должны в каждом конкретном случае отслеживать ситуацию, чтобы у нас, несмотря на единый рынок, все-таки выдерживались правила справедливой конкуренции. То есть не было демпинга, не было остальных ситуаций. Но в данном случае мы будем решать такие ситуации именно исходя из антимонопольного законодательства и правил справедливой конкуренции, без применения защитных мер. Следует также отметить, что существуют инструменты и государственные программы поддержки отечественных производителей. На примере казахстанского аграрного сектора, который в бытность Советского Союза обеспечивал огромные объемы производства, виден хороший пример сотрудничества государств и частных предприятий, объединенных в единый холдинг «Казагра». На сегодня холдинг «Казагра» финансирует уже 346 инвестиционных проектов. Это все предприниматели из села, те, которые реально могут и хотят реализовывать крупные инвестиционные проекты. Из них 175 уже введено в действие. Также мы финансируем фермерские хозяйства для того, чтобы развивать базу товарного скотоводства и финансируем крупные откормочные комплексы. Эта программа будет, наверное, вступать в действие к 2016 году. Мы надеемся, что мы какую-то часть рынка мяса в России, которая сегодня поставляется из Аргентины, из Восточной и Западной Европы, из Латвии, мы ее возьмем на себя. Те, кто хотят работать, действительно работают. Мы примеры той компании, которая воспользовалась практически всем, чем могла воспользоваться. Это и дому, это и БРК-лизинг оборудования у нас в лизинге, и мы субсидировали часть наших кредитных линий через дому. Это различные обучающие программы. Государство поддерживает нас, производственников, и помимо этого поддерживает сельхозтоваропроизводители. В частности, нашим помощником и, как говорится, источником финансирования является Каза Гарфинанс, который выделяет годные кредиты с упором на приобретение товаров казахстанского производства. Сейчас сельхозтоваропроизводители уже пользуются новыми технологиями. Соответственно, потенциал страны в этой части, наверное, самый большой в мире, потому что у нас есть куда развиваться. Со вступлением в таможенный союз у нас резко повышается конкурентоспособность нашего продукта на территории Республики Беларусь и Российской Федерации. Это одни из крупнейших потребителей нашей продукции могут быть. Но теперь только остается дело за малым, договориться между сторонами и, в принципе, будет все отлично развиваться. В следующие пять лет у нас задача открыть рис магазинов в России. На сегодняшний день у нас уже действующий магазин в Новокузнецке есть по франшизе, и мы успешно делаем туда поставки и продаем одежду свою там. И огромное количество запросов от россиян после наших выставок, каких-то форумов, конференций, где мы презентуем свой продукт. Одним из ведущих стратегических секторов экономики является металлургическая промышленность. Казахстан занимает первое в мире место по запасам хрома, третье место по запасам урана. В казахстанской земле немало и редкоземельных металлов. Готовые изделия в металлопрокатах пользуются большим спросом на рынках стран таможенного союза. Это огромный шаг. Создание таможенного союза, по моим впечатлениям, это соизмеримо созданием Европейского союза, который сегодня является одним из основных игроков на мировом рынке. И создание таможенного союза – это вектор, направленный в будущее, потому что развитие таких трех прадских государств, как Белоруссия, Россия и Казахстан, дает огромный толчок для развития связей, для того, что ушли различные барьеры, и мы можем спокойно и свободно торговать на огромной территории, которая является перспективной для развития экономики. В условиях единого таможенного регулирования страны-участницы таможенного союза будут конкурировать друг с другом главным образом через создание благоприятных условий для отечественного бизнеса. А это прежде всего обеспечение двух важных систем – налогообложения и государственного регулирования, максимально благоприятствующих ведению бизнеса. Я писала о казахстанских компаниях, небольшой уральской компании, которая занимается производством закаленного стекла и стеклопакетов. Они сильно сейчас расширяют свою деятельность, получили гарантию фонда дому компании «Стеклосервис», которая, находясь в Уральске, занимается тем, что закупленные сырье в российских городах Саратове, Самаре и Оренбурге и реализуют уже готовую продукцию из этого сырья, создавая добавленную стоимость западно-казахстанской области опять-таки в этих приграничных российских городах. И для них теперь с открытием таможенного союза намного упростились возможности ведения бизнеса, расширяются границы того, как можно реализовать свою продукцию. С учетом открывающихся возможностей, казахстанским предпринимателям надо активнее искать и внедрять инновационные решения в рамках своего бизнеса. Это позволит получить ощутимые конкурентные преимущества. Компаний, которые берут эту философию на вооружение, становится все больше. Есть и минусы, есть и плюсы. На самом деле, еще и до таможенного союза особых препятствий для россиян зайти к нам на рынок Казахстана в ритейле не было совершенно никаких. Они как заходили до, после таможенного союза они просто смелее заходят. Поэтому вот здесь такого большого резонанса мы не ощутили. Для нас это все новые вызовы, мы к ним привыкли. Мы достаточно смелая компания, которая объективно смотрит реальности в глаза. И мы готовы к тому, чтобы работать в рамках общего мирового пространства. Мы знаем этих игроков, мы знаем их сильные и слабые стороны. И вот мы адаптируемся и, в общем-то, готовы к встрече с ними. И вот, во всяком случае, в рамках Казахстана мы такие достаточно сильные позиции имеем, чтобы их встречать с гордо поднятой головой. Это всего лишь часть предприятий, которые активно включились в конкурентную борьбу в рамках таможенного союза. Остается только надеяться, что показанные сегодня истории успеха подколкнут казахстанцев воспользоваться шансом, чтобы построить свою собственную историю успеха. Все в наших руках. До свидания.